В совещании началось с вручения благодарности и знаков за заслуги перед Сочи жителям, которые активно участвовали в подготовке курорта к первомайским торжествам. Как отметила Анатолий Пахомов, благодаря активной позиции этих людей удалось город сделать чистым и благоустроенным. Теперь задача стоит перед всеми горожанами не ударить в грязь лицом и перед делегациями, которые приедут на саммит России-Осиан. Он начинает работу на следующей неделе, но пока даже в центре города есть места, которые могут испортить впечатление иностранцев о российском курорте. В частности, речь шла о бараках, которые расположены на улице Виноградной. Чтобы найти деньги на их снос, заместитель мэра, курирующий вопросы ЖКХ Юрий Паломарчук, предложил выставлять эти земли на торги. Не будет больше этого, хватит город застраивать. Мы сейчас будем подавать пример. Боремся. Во 18 горе застройщикам уголовные дела повозбуждали. А сейчас будем сами уподобаться им. Давайте, нам же надо как-то снести. Давайте проведем торги и продадим. Бред. Точку ставим, чтобы больше этого не было никогда. Понятно? Еще раз повторяю, все бараки, которые сносим, в зеленые зоны, либо в исключительных случаях, когда это позволяет территория, под социальное жилье. От темы внешнего облика улиц, домов и дворовых территорий на совещание перешли к обсуждению вопросов подготовки к карнавалу в честь открытия курортного сезона. В нем организаторы призывают принять участие всех горожан. У нас уже есть 32 колонны, которые мы сформировали. Мы делаем отдельно три большие театрализованные колонны, которые украсят наши 32 колонны. Я думаю, мы в этом году так должны жахнуть, что просто всех должны удивить. И обязательно костюмы. Ирина Васильевна, нам нужно будет провести конкурсы среди ТОСов, среди домкомов на лучший костюм, на лучшее участие. И я еще раз говорю, я понимаю, о чем мы говорим. Нам надо раскрепоститься. Мы город-курорт. Все у нас идет хорошо. Еще один вопрос обсуждения на совещании, который также касался предстоящего летнего сезона, доступность и качество пляжей. В этом году, подчеркнул глава города, они должны отвечать не только всем нормативам, а именно быть шириной не менее 50 метров, но и находиться на этих территориях должно исключительно пляжное оборудование. Все остальные строения обязательно должны быть снесены. Также и проход на эти зоны отдыха для всех должен быть свободным, даже на пляже санаториев. Пляжные территории должны быть свободны. Любые. И исключительно только там, где федеральные объекты расположены. Там не наша власть, мы не можем там влиять как-то. Все остальные должны быть свободны к проходу. Это раз. Второе. Никаких плат. Если человек идет на пляж, он имеет право бесплатно посещать любой пляж. И давайте мы всех заставим выполнять законы Российской Федерации вместе. Главной темой обсуждения на совещании стала поддержка участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним сочинцев. Опекать этих людей должны круглый год, потребовал от своих подчиненных мэр. Каждый из категорий участников Великой Отечественной войны имеет возможность от наших санаториев бесплатно получить оздоровление, лечение. Для того, чтобы они получили, нужно обратиться к нашему управлению по курортному делу. Это делают наши руководители санаториев. Они все члены партии «Единая Россия». Мы их собирали на полицовет. Они сказали, от имени партии «Единая Россия» мы готовы всем этим категориям предоставить бесплатные путевки. В завершение совещания мэр призвал представителей ТОСов, домовых комитетов, управляющих компанией и ТСЖ перед предстоящим курортным сезоном усилить меры безопасности на вверенных им территориях. А именно проверять подвалы, чердаки, участковым сообщать о всех квартирах, которые сдаются. Предложено установить и камеры видеонаблюдения. Все они будут подключены к единой системе «Безопасный город».